Народный интерес Еще раз здравствуйте. Это Народный интерес. Татьяна Федяева. К нам сейчас пришел Николай Николаевич Мишустин, руководитель рабочей группы по защите семьи и детей от ювенальных технологий. Группа эта при Московской городской думе. Здравствуйте, Николай Николаевич. Здравствуйте, дорогие соратники. Николай Николаевич, свежие сводки, сводки с полей. Сводки с полей. Ну, первое. Мы знаем, что идет борьба. Идет борьба. Уже на территории всей страны. Вот проводили конференцию в Туле, родители сорганизовались, 200 человек пригласили, приехали из Москвы, выступили, создали там, скажем так, на базе родительского комитета, центр защиты семьи и детей, создали рабочую группу, объяснили, как работать, как защищать интересы. Вот 15 числа... Ой, 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 слушайте, подождите, подождите, я вас прерву по тому, как защищать интересы. Сегодня рассылка Агентства социальной информации. И смотрю, так оказывается, что прокуратура предупреждает родителей, что если они будут обращаться в прокуратуру по защите прав детей на дошкольное образование и на воспитание, то таких родителей будут лишать родительских прав. Вы представляете, что это такое? Да. Говорят, если родитель сам не справляется, ну, тогда будем вас лишать. Вы знаете, вот я именно сюда так срочно пришёл по тому, чтобы рассказать, на каком основании это будет производиться. То есть, тотальные ювенальные репрессии против родителей, они будут развязаны сначала по всей Москве, в Москве эта система полностью заклассивалась. Мы с вами помните, что разговариваем не только о Москве. А потом по всей России. И мы предупреждали о том, что если ружьё вешают в первом акте российской драмы, то когда-нибудь оно обязательно начнёт стрелять. И как оно уже начинает стрелять в Москве, я вам сейчас расскажу, но закончу объявлением. То есть, 16 апреля в Ханты-Мансийском автономном округе, в здании правительства автономного округа, улица Мира, дом 5, кабинет 418, в один часов состоится вот встреча родительской общественности по инициативе общественной палаты, именно по защите конституционных прав человека, для защиты от всех этих, скажем так, технологий, в том числе и электронных. То есть, люди не боятся прокуратуры, о которой мы говорили сейчас? Ну, вы знаете, они везде начинают самоорганизовываться, это вот родители сами собираются, вот как в Тулу, теперь вот даже в Ханты-Мансийский автономный округ приглашают. То есть, и ситуация такова, что мы сейчас должны начать везде формировать структуры родительской самообороны. Потому что вот у меня перед, в руках документ, какая ситуация. Вот сейчас электронную запись внедряют по всей стране. И говорят, что это хорошо. Люди очень многие не понимают и говорят, ну, какая разница. Но это записывается, да, по интернету. Вот на самом деле, Голодец Ольга Юрьевна, когда была помощником мэра города Москвы, она запустила этот проект, электронную запись. В то же время она входила в межведомственную комиссию по делам несовершеннолетних. Условно говоря, потом было запущено на основании, так сказать, вот этих вот распорядительных актов электронная карта. Сейчас в Москве всех присваивают, брать эту электронную карту, без детского ЭК, без которой не будет ни питания в школах, ни прохода. Альтернативы никакой не оставляют. Всех детей загоняют в порно-интернет, искать там домашние задания. Отменяют бумажный дневник, оставляют только аналоговый. И всю эту систему электронного анализа и обработки персональных данных, всю эту систему замыкают на тотальный контроль за семьей. И вот после того, как мы стали в Минюсте и правовом управлении правительства Москвы оспаривать каждый такой беззаконный приказ руководителя департамента образования, какую схему они начали инициировать. На селекторах он просто под страхом увольнения, а сейчас в Москве сливаются все школы, то есть образуется порядка 800 холдингов, то есть один директор будет на 10-15 школ. И детский сад еще к нему уже. Да, плюс детский сад, все структурные подразделения. Делается это ради одного, чтобы детей запаковать как в селедки, чтобы просто освободить одну школу и один стадион по точную застройку. На берегах реках Москвы уже начинают расформировать школы для того, чтобы эти стадионы застроить домами. То есть это все, так сказать, коммерческие проекты. Но самая, наверное, ужасная характеристика этого деятеля. Мы видели расстрелы в школе, да? И любой бы человек, который несет ответственность перед обществом, и моральную, и должностную, он бы немедленно ушел в отставку. Мы, Эд, освободил бы должность после такого события, первого такого расстрела. Потому что дети уже идут в школу как на войну. И скоро мы все, родители, будем идти в школу как на войну. Не нагнетая, потому что каждого педагога они делают шпионом, который должен, так сказать, полностью отслеживать по информационным базам данных, по электронным базам данных, проходить домой всю информацию о семье, составлять на каждую семью социальный паспорт, ежеквартально отчитываться перед опекой и комиссией по делам несовершеннолетних. Вот документ. Каждого руководителя структурного образования заставили... Как называется этот документ? Ну, он называется распоряжение. Когда выпущено, номер все есть. Значит, смотрите, об использовании нет. Он, так сказать, его заставляет на селекторах каждого руководителя под страхом увольнения в результате этой реструктуризации принимать в каждом образовательном учреждении. Такое распоряжение. Об использовании нового регламента в работе по выявлению семейного неблагополучия. Так вот, что следует из этого регламента? На основании протокола от 011.14.29.01.2013 года заседание Московской городской межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних принять к неукоснительному исполнению следующее решение. Первое. Повторный социальный анализ семей. Социальный паспорт нужно завести. Это уже второй раз они пытаются собрать всю информацию на семьи для передачи в каратные ювенальные органы. Суть с целью выявления детей и семей, значит, отнесенной к категории трудно-жизненной ситуации. Ну, на предмет изъятия. И причем какие тут характеристики педагогам, классным руководителям принудительно нужно, скажем так, осваивать? Это отсутствие работы у родителей, неудовлетворительные жилищно-бытовые условия. То есть это полуроссия. Недостаточность доходов семьи для обеспечения основных потребностей с них ребенка. Развод родителей. Конфликтность ситуации между членами семьи, в том числе между детьми и родителями. Все это является основанием, чтобы моментальная информация в течение трех часов передавалась в КДН на предмет анализа для изъятия ребенка. Следующее, значит, отсутствие необходимой... Сказано это насчет изъятия ребенка? Нет, насчет изъятия не сказано, но мы знаем, как эта система работает. Если она, соответственно, регламентно приходит в семью, и семья попадается на крючок, моментально уже вступает в честь мундира, и начинают отрабатываться все эти прозападные ювенальные технологии, и количество изъятий у нас в стране сейчас около под 50 тысяч в год идет. Следующий мой момент. То есть это отсутствие регулярного питания, даже несоблюдение санитарно-гигиенических условий. То есть если содержание ребенка у вас дома не соответствует с Анпино, можно спокойно изымать. Непринятие мер по организации получения ребенком образования. Вот сейчас ко мне обратились несколько десятков родителей по всей стране на круглом столе в Госдуме. Они отказываются подписываться вот это вот согласие на сбор и обработку персональных данных. Кстати, в согласиях этого года прямо записан пункт, что согласие на контроль всех этих данных на предмет соблюдения прав ребенка. То есть это согласие на вечное, бессрочное электронное рабство. Так вот, обратились, они отказываются давать эти согласия при сдаче ГИА и ЕГЭ. Так их уже начинают и матерей, и детей вызывать в комиссию по делам несовершеннолетних. Вот в Митине сейчас ситуация разгорается. И вплоть до того, ну мы депутатов подключили, защищаем, так сказать, по всем параметрам. Именно угрожают и детям, и родителям изъятиям. Вот якобы они не дают возможности, так сказать, ему войти в эту электронную базу и сдать ГИА. Вот нарушает его право на образование. Следующий пункт, ну государственная и то в аттестации при приходе там из одного класса в другое. Ее сейчас хотят вообще с первого класса вести, вообще уже, так сказать, электронное посредничество, не знает гранит. Так вот, следующий момент, случай оказания ему медицинской помощи. То есть если вы ребенку прививку не сделали, такую, знаете, может быть, чипом очень скоро, потому что Мосгордума 14 марта уже всерьез осуждала законопроект о поголовной чипизации всех домашних животных в Москве. То есть следующий приказ, типа вот как, значит, в Москве издали о поголовной выдаче безальтернативных школьных карт, вот детских воек, точно так же приказ будет о инъекционной чипизации детей. Ну что уж, так сказать, электронная диктатура шагает полным ходом. То есть прививку не сделали ребенку, ту же самую стерилизационную гордосил, которую уже поголовно всем детям на Украине пытаются делать. И все, так сказать, вы не соблюдаете ребенка, изъять, передать в детский дом, приемную семью, там ему сделают все, что надо. Следующий момент. Наличие признаков жестокого обращения родителей, включая, значит, психическое насилие. То есть ты говоришь ему, голос повысил, или почему, садись, делай уроки. Да, психическое насилие, все. Это психическое насилие. В общем, потом свидетельство о рождении в строках мать и отец которого стоят прочерки. То есть если вы отнесли свидетельство о рождении ребенка в школу, а учитель, пересматривая все эти документы, нашел этот недостаток, все обязательно сообщать в опеку в комиссию по делам несовершеннолетних. Так вот, педагогов обязывают осуществлять сбор и систематизацию информации из всех источников доступной информации. Я думаю, что не только эти базы данные, которые вот заводят на детей в школах и так далее. Следующий момент. То есть он должен зайти в Фейсбук, должен зайти в Одноклассники. Ну вот насчет этого не знаю. Ну чего? Ну, может быть, так сказать. Ну, если собирать всю информацию. Ну, вы знаете, это, наверное, дальше. То есть вплоть до того предусмотрены устные и анонимные сообщения и факты. Но я дальше вот сейчас. Это подтвердится то, что вы сказали. То есть для выявления детей и семей, относящихся к одной из групп. То есть каждый педагог должен дать оценку условий жизни и воспитания несовершеннолетнего, то есть прийти домой. В случае установления факта семейного неблагополучия, передачи сведений, я вот читаю из документа, о семье и ребенке в органы опеки и попечительства в районную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав. Основанием для осуществления деятельности по выявлению семейного неблагополучия является поступление в органы, ну, о всех связанных с детством, информации о факте семейного неблагополучия, к которому относятся заявления несовершеннолетнего либо его родителей, в том числе об оказании им помощи. Пришел, вот обратился в прокуратуру за защитой своих прав, либо, так сказать, попросил оказать тебе помощь, трудоустройство в секцию, либо любую материальную, все, ты признался в своем неблагополучии, все, так сказать, идут обследовать. Следующий момент. Любое постановление органа дознания и соответствующих органов, то есть любое привлечение к административной ответственности, как только узнают, что у тебя дети, да, еще что-то сразу могут. Но самое интересное, по результатам проведенной проверки жалоб, заявлений или других сообщений, по другие сообщения может попасть угодно, но самое интересное, обращение устных, фактически анонимных, неизвестно кого, дядя Вася с улицы, и письменных, иных, значит, граждан, иных государственных органов, и даже негосударственных организаций, в том числе родственников несовершеннолетних. Понятно. Если не сделают, что будет этим учителям? Если не сделают, я же вам говорю, сейчас идет структуризация, значит, я разговариваю с учителями, со многими, они говорят, нам, сейчас они проводят в Москве переаттестацию, все педагоги сильные, с классической русской, с советской педагогикой, они увольняются в первую очередь, и кто не будет отрабатывать эти регламенты, им прямо говорят, не волнуйтесь, завтра, так сказать, мы на вашу... Вот, аттестацию они не проходят, за незнание норм ювенального права, за незнание информационных технологий, как право, хотя многие учителя просто от Бога, и им говорят, да не волнуйтесь, очередь стоит из гастарбайтеров, из молдаван, занять ваши места, а непослушный покладистый за вдвое меньшую зарплату будет отрабатывать все, что мы им скажем. Вот так вот уже идут угрозы педагогам, которые сопротивляют внедрение во всех школах. Следующий момент. Они, значит, в том числе педагогов меняется обеспечивать ежедневный визуальный внешний осмотр с целью выявления фактов неблагополучия, иных обстоятельств, свидетельствующих о наличии семейного неблагополучия. Николай Николаевич, я все пытаюсь найти, где здесь, подождите, где здесь образовательный компонент, где здесь воспитательный, а здесь я вижу только доносительство, какое-то подсматривание, подглядывание. Где об образовании, где о воспитании? Что-то говорится или нет? Понимаете, вот сейчас в Госдуме принимают антиматеринский законопроект, который вводит прямое действие норм международного права всех, так сказать, конвенций в нашей стране. И самое интересное, в соответствии с Газовскими конвенциями, которые отменяют наши, естественно, кровно-родительские права на права опеки и доступа, и вот в соответствии с этими, скажем так, и правоисполнителем, вот по этим Газовским конвенциям, как раз и назначено Министерство образования. Смысл входится в тому, что создавать Центральный банк данных на все семьи, на всех детей, вся информация по всем детям будет стекаться в единый баз данных, и извините меня, чтобы любая однопала семья, которая усыновляет нашего ребеночка по интернету, или любая разрушенная семья могла спокойно обратившись в соответствии детективное агентство. Выбрать. Вы, так сказать, ну да, и ребенка спокойно вытащить из страны, даже без исследования судебного решения той страны. То есть, я уже говорил об этом, много женщин, которые уехали за границу, там завели, сейчас видят, какое растление, особенно из Франции, пытаются вернуться назад с детьми, чтобы не было такого растления. Вот после принятия этого законопроекта будут созданы механизмы, даже без исследования прямой действия норм международного ювенального права в нашей стране, любого ребенка можно вытащить за границу, нанять детективных агентств, и более того, мы 3 сентября проводили круглый стол в государственную тему на тему защиты суверенитета семьи, отечества, будущего, державы, наших детей от пятой колонны, от деструктивных ювенальных электронных технологий. Николай Николаевич, извините, пожалуйста, вы не драматизируете, не сгущаете краски? Вот такое впечатление, что прямо вы как будто Штирлиц, который пробрался в какой-то вражеский стан, ну не все же враги там. Знаете, что могу сказать, с чего все началось, моя вся эта работа. Когда проводили первый круглый стол вставать, люди русские, приехал Друзь Игорь Михайлович с Украины, наш державный патриот, и он рассказал, какие законы о легализации гендера, о внедрении ювеналки, об уничтожении семьи, об уничтожении мужества, о трансформации в школы, о растении детей будут международно пропихиваться, пропихиваются по всем странам СНГ и будут пропихиваться у нас, скажем так, в стране. И вот тогда я начал внимательно анализировать все законодательство и нашел, скажем так, вот эти законопроекты, в том числе этот законопроект о гендере, удалось тогда на всю страну ударить в колокола, и уже вся страна вопит о том, что не надо у нас это легализовывать. И ряд других законопроектов, которые лукаво внедрялись. И могу сказать больше, почему надо ставить вопрос о духовно-нравственной экспертизе всего законодательства. Потому что на каждую заповедь уже как минимум десяток законов, основная задача которых, скажем так, европейских, их разрушить любой ценой. И вот мы буквально в двух шагах от края пропасти начали этому сопротивляться. На Украине, к слову, биометрический паспорт и торговля детей, это все было реализовано. И, к сожалению, эти траектории реализации всех этих крайне деструктивных, пилотных, антитрадиционных законопроектов, они запущены у нас. И это вызовет недовольство однозначно. Подождите, они запущены по глупости или по злому умыслу? Как вы считаете? Вы знаете, вот мы сейчас столкнулись с явлением ювенальной юстиции, когда без суда и следствия забирают детей, передают в интернате, в приемные семьи. Сейчас до половины приемных семей сектанские, которые используют для расширения своих всех наших изъятых детей. То есть, и вот эти вот, ну, вы посмотрите журнал «Вопросы ювенальной юстиции», который несколько лет издавался. То есть, с 93-го года с развала страны эти крайне традиционные ювенальные технологии, они внедрялись по всему спектру законодательства. И сейчас мы уже видим, условно говоря, вот этот финал этих процессов, когда уже чиновники светские, которым полностью переуфаршировали все восприятие жизненное, к тому же, так сказать, неотягощенное неверой, незнание наших традиционных ценностей, они это дело просто внедряют по западной кальке, и основной критерий, как эти методички, скажем так, изготовлялись, это не, скажем так, противоречие воспитания нормам и целям международных ценностей, какие мы видим. В общем, рынок, да? Да, рынок детей. Счуду получи деньги. Ну, я, так сказать, вернусь к этому документу. То есть, педагогам меняется посещать учащегося его родителей по месту с жительством, по результатам ставят учащегося на учет. Значит, при выявлении фактов, скажем так, плохого обращения с ребенком, свидетельствующего о наличии семейного неблагополучия, незамедлительно, в течение трех часов, с момента выявления, направить информацию, значит, в МВД России, в департамент образования, и даже факс указан. Вот запишите факс, направляйте со всей стороны всевозможные факсы, чтобы его просто забить. Это 8495-633-6577. Всевозможные сообщения, пусть всякая гадость валится, лишь бы он не работал в нашу сторону. Московскую городскую межведомственную комиссию по делам несовершеннолетних, защите их прав. То есть, формировать педагогу, меняется социальный паспорт на каждую семью, проводить анализ условий жизни и воспитания учащихся, ежеквартально, да, но я тебе повторяю, ежеквартально преподавают. И составлять, и вести акт, значит, и произвести переоформление документов. И основной контроль за исполнением всех этих распоряжений возложить на социального педагога. То есть, школа, а ее, и вот этот документ свидетельствует, ее цели и задачи совершенно расходятся с интересами семьи. И мы, к сожалению, я специально, я предупреждаю всех родителей, что нужно относить, очень, скажем так, с большим подозрением теперь относиться к педагогам, к учителям, потому что... Ну, перестаньте, ну, перестаньте. Прямо все педагоги, все учителя, прямо все враги. Ну, они, да, они, да, они, они винтики, они чиновники, они обязаны выполнять под страхом увольнения этого распоряжения. И они его уже тайно выполняют. Ну, хорошо, что делать? Вот, предположим, я мать, ребенок учится в третьем, ну, давайте в пятом классе. Ну, вот я сказал, мы ездим по всей стране, создаем рабочие группы. Как мы делаем? Обращаются в нашу... Значит, Николай Мишустин в ВКонтакте есть страница, где будет вывешен этот документ, где мы распространяем наши листовки, где есть анализ законодательства, где есть инструкция, как делать. Люди пересылают свои обращения. Создавать отряды родительской самообороны, потому что там, где родители сорганизовались, как правило, педагоги боятся идти против... Я могу рассказать, как это делается в Санкт-Петербурге. Там просто, когда вот на основании их вот этих лукавых распоряжений забирают ребенка, просто на всех столбах появляется фамилия, так сказать, фотография этого человека, фамилия, имя отчества. Ну, который причастен к изъятию ребенка подпись «Ювенальный каратель», и через неделю, через две он увольняется с места работы и прекращает эту деятельность. Как в Петербурге очень жестко действует. Поэтому... Николай Николаевич, то есть, вытащи и партизал все действия, листовки. Ну, а что делать, если они выходят на такой уровень, что мы... Николай Николаевич, ну давайте мы с вами вот выйдем на другой уровень. Расстрелы семьи в каждом школе. Да подождите, выйдем на аналогичный уровень. Если этот документ присылает определенный чиновник, значит, давайте этого чиновника вытаскиваем и говорим, ну давайте, откуда это идет, почему это идет. Вот, вы знаете, собственно говоря, три года назад мы рабочую группу для этих целей создали. Третьего апреля мы вот провели круглый стол в Государственной Думе, где сделали общественно-публичную экспертизу этого законопроекта, обобщили итог работы нашей группы за все три года, создали две рабочие группы при Государственной Думе. Сейчас будем создавать депутатскую группу по анализу этих проблем и внесению законопроектов, нивелирующих вот все вот эти достижения. Потому что мы столкнулись с тем, что депутаты уже вроде бы наслышаны, но вот исполнители полтора миллиона, которые сидят внизу в виндике, они непосредственно принимают эти инструкции, и будем разрабатывать нравственный кодекс государственного служащего, который будет являться, так сказать, мерилом оценки. Понятно, то есть начинаем и снизу, и сверху воздействовать на депутатов, которые принимают законы, но я очень сильно предполагаю, не надо в них обязательно видеть врагов. Многие просто даже не понимают, что они делают. Но в итоге, правильно получается, что все, абсолютно вся страна оказывается под лупой. Почему? Вот они дети, вот родители, и о каждом собран весь материал, то есть ты как на ладони, и все сведения куда передаются? И все сведения передаются в региональный, вот в Москве это департамент информационной технологии, дальше будут по всей стране в соответствии с этой принимаемой поправками, а дальше это все для трансграничной отчетности, и все будет прозрачно для тех, кто эти конвенции ратифицировал. Николай Николаевич, может быть, сейчас самое время об этом говорить. Почему? Мы уже увидели, что происходит на международной арене, когда нам говорят, хоп, санкции, какие-то санкции. Или говорят, мы заблокировали там что-то, заблокировали карточки, там еще что-то такое. Может быть, есть смысл сейчас говорить, ребята, если мы это делаем, завтра все это или блокируется, или предпринимаются какие-то меры карательные по отношению к этим людям, в том числе со стороны Запада. Мы же можем это получить. Вы абсолютно правы, потому что когда 7 октября мы проводили в Государственном доме круглый стол против электронного рабства, вот можете в сайте, вконтакте Николай Мишустин найти, там вывешен сборник. Все, что вы говорите, все эти угрозы о том, что все эти электронные карты станут механизмом политического управления манипулирования, они все были, прогнозы сделаны, и они все подтвердились отключением карт, непредоставлением реестров для выборов в Крыму. И сейчас уже наконец-то включились, если бы не Украина, то и не включились мозги, что нужно создавать национально-суверенные системы. То есть все, к сожалению, сбывается. Все, понятно. То есть самое время проанализировать действия тех управленцев, которые выпускают такие документы. Мы работаем в прямом эфире, у нас всего осталось 5 минут до конца, но тем не менее, 629-08-73, код Москвы-495, свои вопросы, замечания, предложения, пожалуйста, нашему гостю Николаю Николаевичу Мишустину, руководителю рабочей группы по защите семьи и детей от ювенальных технологий. Пожалуйста, можете звонить. Вы, Николай Николаевич, все-таки вот сейчас, что бы вы посоветовали делать? Реальное. Реальное. Ре, подождите, только не говорите, создавать рабочие группы, участвовать там в каких-то... Вот реально, не все у нас герои, не все партизаны, не все могут идти на амбразуру, там ложиться и так далее, и так далее. Реально, что мы сделали в Туле? Давайте. Собрали родительскую конференцию. Нет, родительскую конференцию, пришло порядка 200 человек, и там вызвали всех чиновников-министров, соответствующих в сфере образования. И было удивительно смотреть, как после того, как они слушали наши выступления, они стали наполовину черкать свои доклады и отчитываться перед общественностью родительской, как они будут защищать семью, наши ценности. А мы создали рабочую группу, как контроль за всеми этими процессами. А, так, у нас звонок, пожалуйста, говорите. Здравствуйте, Николай Николаевич, это Марина. Скажите, пожалуйста, вот вы можете объяснить, с одной стороны у нас такая хилища, мы, как говорится, все отдали, все заберем, а еще как заберем, а вот здесь это совершенно маленькая вещь. Но сколько этих детей, которыми они собираются там торговать, это ведь очень мало. И какая же сила, мощная сила, и мы все вместе пишем, и где-то выступаем, и вы сколько боретесь, и вот мы не можем. И с другой стороны, вы можете найти там объяснение? Объяснение, и вот смотрите, вы сейчас предлагали, вы высказали, эти врачи подписали, попросили правительство, подпишите назад, вернем время ближе к нашему географическому, поясному. Так вы представляете, правительство выступило грудью, нет, и все. Так вот вы можете объяснить, такие противоположные, такую противоположную... Вы знаете, объяснил представитель, пресс-секретарь президента о наличии пятой нано-колонны в нашей стране. И, к сожалению, вот я начал свой разговор с того, что после расстрелов школы любой нормальный ответственный чиновник уйдет в отставку, не ушел. Это говорит о предельной коррупционной составляющей взяточестве в этой сфере. Ну, извините, когда свинья уткнулась в корыто, пока там что-то есть, ей ничего не надо ни вперед смотреть, ни наверх. И, к сожалению, у нас, так сказать, я бы сказал, даже очень много сидит не корытостолюбцев, а даже корытолюбцев-бюрократов, которые используют и подведомственные ведомства для личной кормушки. И насаждение УЭК, этого посредника, это тоже очередная кормушка для запуска всех этих человекохищнических технологий, которые будут и детской трансплантологией и так далее. Когда ничего святого нет, и опыт Западной Европы нам наглядно демонстрируют, когда неотягченные знанием традиций, неотягченные религиозными установками чиновники-винтики могут какие-то клерки довести страны до такого состояния. Кстати, в Украине наглядный пример. Чёрная трансплантология и, кстати, детская торговля органами. Да, в Америке 300 тысяч стоит, сколько там матерей повесилось, прыгнуло, сколько там детей, там просто на поток было поставлено. То есть вот... Ну, если мы не хотим такого, если мы хотим жить в нормальной стране, чтобы наши дети росли умными, честными, добрыми и настоящими сынами и дочерьми своей отчизны, давайте будем думать об их будущем уже сегодня и о будущем на самом деле самих себя. Думать и за семью, и за Родину, и за державу. И не только думать, но и работать. Спасибо, Николай Николаевич. Вот наша передача и закончилась. Вела её я, Татьяна Федяева. Всем всего доброго. До свидания. Николай Николаевич, спасибо вам. Всего доброго. Народный интерес Субтитры создавал DimaTorzok